Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Алисия Филдхаус давно планировала провести небольшой ремонт в ванной комнате. Помещение стояло без реконструкции довольно долго. Женщина даже призналась журналистам, что просто ненавидела моменты, когда кто-нибудь из гостей уходил в уборную. Даме было стыдно перед друзьями за такие бытовые условия. Позже женщина все-таки решила изменить дизайн помещения. Однако вопрос упирался в деньги. Алисия сидела без работы, поэтому дорогостоящие траты позволить себе не могла. Дама нашла вариант недорогого ремонта в ванной. Прежде всего она решила отказаться от масштабных преобразований. Британка просто покрасила плитку. Рисунок она задала с помощью трафарета. Позже женщина призналась, что итоговая работа обошлась ей в 50 фунтов стерлингов. Столь существенной экономии даме удалось добиться благодаря собственной фантазии и достаточно внимательному подходу к делу. Старая ванная выглядела довольно просто. Монохромный дизайн не имел никакой контрастности. Элементы помещения сливались в единое пространство. При этом Алисия Филдхаус указывала и на другой важный недостаток. Дело в том, что белый кафель практически идеально собирал на себе разные загрязнения. В результате чего уборку в помещении приходилось делать очень и очень часто. Первым этапом работы стала подготовка поверхности. Алисия Филдхаус сначала тщательно зачистила кафель от всех следов грязи. Дама призналась, что именно в подготовке лежит основа успеха. Наносить краску на грязное покрытие нельзя. В противном случае поверхность быстро придет в негодность. Материал начнет растрескиваться, облазить. Всю работу придется переделывать. После удаления въевшихся загрязнений британка нанесла на кафельную плитку грунтовку. Указанный материал необходим для увеличения адгиозных свойств краски. Грунтовка формирует множество микрофор, что значительно увеличивает площадь контраста краски с поверхностью. В результате чего нанесенный лакокрасочный материал ложится значительно лучше. Процесс грунтования также позволяет улучшить и долговечность итогового результата. Краска становится более устойчивой к действию влаги и механическим повреждениям. Для окрашивания поверхности Алисия Филдхаус использовала обычные трафареты. Она прикладывала изделия к кафельной плитке, фиксировала их при помощи малярного скотча и окрашивала поверхность. После высыхания женщина снимала трафарет и повторяла работу с другой плиткой. Дама рекомендует начинать окрашивание с середины комнаты. По ее мнению, итоговый результат от этого только выиграет. Позже женщина также окрасила унитаз, радиатор и некоторые другие элементы ванной комнаты. Дама призналась, что увлеклась процессом декорирования помещения. Она использовала похожую методику для ремонта коридора. Остальная часть средств ушла на покупку разных дополнительных аксессуаров. Алисия Филдхаус приобрела новые полотенца, небольшие предметы для дизайна и виниловые коврики. На весь ремонт у женщины ушло около недели. Дама отметила, что в момент сильной усталости просто отказывалась от работы и отдыхала. Алисия разместила публикацию о своей работе в интернете. Женщина оставила фото до и после процесса. Многие пользователи восприняли ее труд крайне позитивно. Люди признали, что просто не ожидали столь уникального результата от обычной краски. Однако нашлись и скептики. Некоторые читатели отметили, что эта черно-белая ванная долго не прослужит. По мнению ряда комментаторов, работу придется переделывать в самое ближайшее время. Краска облезет под действием механических повреждений и влаги. А как думаешь ты, на сколько хватит такого ремонта? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.